Глобальное потепление, озоновые дыры, иссушение водоемов и опустынивание территорий – это только малая часть мировых проблем, которые поднимают на ежегодном международном научно-практическом фестивале. Он посвящен изменению климата. В течение пяти дней участники фестиваля будут заниматься проблемами изменения климата. Эта проблема, наверное, как ни для какой другой страны, актуальна для республики Казахстан, которая находится в пределах четырех природных зон. И мы уже наблюдаем их постоянное смещение. Мы наблюдаем и фиксируем изменения климата, иссушение, увеличение неблагоприятных метеорологических явлений. Участие в фестивале принимают студенты и преподаватели из 14 вузов Казахстана, а также Узбекистана, Германии и России. Третий курсник Иван Савушкин приехал из Москвы. Будущий учитель географии интересуется вопросами экологии и ждет новых знаний от этого фестиваля. Интересно узнать о экологических проблемах, в частности, нашей соседней республики, республики Казахстана, также, ну и межкакая-то страновая коммуникация, познакомиться с студентами из Казахстана, которые учатся на различные другие направления, то есть пообщаться, узнать что-то новое для себя в первую очередь, потом уже рассказать это в своем университете. А вот Алмаз Самаев из Алматы занимается IT-проектами, но его волнуют вопросы экологии. Этому он уделяет много времени и сил. Даже разработал проект по переработке шины и презентовал в Акимате Алматы. Пока эта идея не реализована из-за дороговизны. Я еще в прошлом году занимался проектом по переработке шин. И как раз-таки тема экологии я постоянно затрагивал в Алмате. Это также у нас безумно актуально с этим смоком. И как раз-таки это очень интересно для меня. Это у нас энергоресурсы. Допустим, это вот смок, Алмамате, это вот же это, засухи, там солевые бури в Аральском море, само Аральское море, огромные проблемы. Восточная Казахстанская область, там и вот эти семей, полигоны бывшие, нехватка водных ресурсов. Два дня фестиваль будет проходить в стенах вуза. После участники отправятся на берег живописного озера Имантау, где пройдет практическая часть.